Платки и палантины, текстильное панно, предметы интерьера и костюмы. Выставка работ «Диплом-2017» библиотеки на Крутицкой собрала в себе самые разные предметы, которые объединены искусством художественной росписи ткани. Это выпускные работы студентов Ивановского художественного училища по специализации «Художественная роспись ткани». Сейчас мы остаемся таким уникальным отделением, которое профессионально готовит художников, и причем художников не только мастеров по художественной росписи, но и художников, способных создавать очень сложные, интересные концептуальные проекты, разные. Это и платки, и шарфы, и палантины, то есть то, что мы относим, собственно, к прикладному искусству, к декору костюма, но и целые картины. Работа Елены Тадесы тому подтверждение. В основу этих костюмов легла тема «Образы птиц в славянской мифологии». Тема относится, с одной стороны, к русскому искусству, но именно к языческому периоду. В каждом своем костюме я изображала свое представление, именно образ птиц в славянской мифологии, как они были описаны в народных сказаниях. Художественной росписи по ткани студенты учатся три года. Работа с натуральным шелком требует большой аккуратности. Он не терпит ошибок, но результат, который получается в итоге, не может не восхищать. Платки Татьяны Чернышовой не только приятны взору, но и дают пищу для ума. Я делала коллекцию платков по сказкам «Братьев Гримм». Не по переделанным сказкам для детей, а по реальным, так скажем, которые писали «Братьев Гримм». В них я показывала человеческие пороки. Каждая сказка связана с каким-то пороком. То есть «Красная шапочка» – это похоть, «Золушка» – это алчность, «Белоснежка» – это зависть. Каждый платок был разработан в определенной цветовой гамме. То есть, смотря на старые фрески какие-то, на старые картины, где показаны человеческие пороки, я подбирала оттенки на свой платок. Текстильное панно индустриализации СССР Александра Кудряшовой – украшения экспозиции. Они посвящены столетия Октябрьской революции. Художница не побоялась взять на себя сложную творческую задачу и уплатила многогранное историческое событие в Батике. Работы высоко оценили на выставке в Москве.